Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на обзоре Quadcast S микрофончик HyperX. Сам анбоксинг показывать не буду, довольно, довольно, такой, знаете, простенький здесь комплект. Весь данный обзор будет записан на этот микрофон. Немножко пошаманил по звучанию, насколько мне нравится, насколько я воспринимаю свой голос, чтобы мне было комфортно, чтобы я понимал вообще, что это говорю я. Потому что некоторые микрофоны... Вообще, на самом деле, немножко сделаю ремарку, микрофон, наверное, правильно выбирать вот конкретно под ваш голос и под ваше понимание, как вы звучите. То есть, скорее всего, если вы хотите потратить там больше 200-300 долларов, возможно, имеет смысл прийти в магазин, где данный микрофон есть, подключить его и послушать, как вы звучите. У многих микрофончиков есть мониторинг, закидывайте туда наушник и слушайте, и слышите свой замечательный шелковистый бархатный голос, особенно если вдруг возьмете Quadcast, потому что субъективно, но мне кажется, что из USB микрофонов это один из лучших на рынке. Возможно, с ним может потягаться Shure. Shure именно не SM7B, вот этот самый знаменитый, так сказать, мастодонт, а его младший брат, который как раз-таки тоже подключается через USB. Там также есть возможность подключать через внешку. У него много дополнительных опций, но если вдруг вы хотите вот именно через USB-шник аккуратно, без лишних всяких примочек, заморочек, включили, воткнули, и с коробки работает все замечательно, все отлично. По комплектации у нас изначально здесь идет вот такая подставочка, но мне не очень комфортно таким образом пользоваться, потому что мне кажется, что вот когда микрофон поближе, то голос, он, знаете, получается как будто бы вы где-то едете в автомобиле и слушаете вот голос как на радио, да, такой дикторский немножко. Поэтому чем вот он ближе, тем более насыщенный голос и тем меньше получится вот этой вот лишней акустики. Также если вы вот как раз возьмете режим кардиоидный, на котором я сейчас обещаю, то у вас получится, что лишние звуки, лишняя зона, она будет отсечена и будет восприниматься только данная сторона. По чувствительности мне показалось, что микрофон улавливает много всего. Конечно, можно перекручивать шумодав, но опять-таки теряется качество, поэтому когда у моей собаки неподстрижены ногти или там где-то мимо пройдешь с супруга, то это неплохо слышно. Допустим, предыдущий у меня был Behringer микрофон, и вот на нем было так настроено, что вроде бы и голос был неплохой, и не хватало вот этих вот всех шумов излишних, но периодически там были всякие писки, пуки, хрюки и так далее. У этого микрофона такого нет. Он звучит более профессионально, более гладко. Также в комплекте у нас идет провод довольно длинный, и он, знаете, в такой оплетке идет. И здорово, что они вот сделали его достаточно длинным, чтобы я смог обмотать прям полностью свой стол и воткнуть в систему. То есть нет необходимости тянуть это как-то через стол, и это очень-очень комфортно. Подключение довольно тоже здесь удобное, обычный Type-C. И что еще здесь у нас? Наверное, по комплектации все. А, извините, забыл, был переходничок, переходничок на пантограф. Причем он довольно интересный, у него сверху идет одна резьба, и внутри еще одна маленькая, как раз таки вот в моем случае мне подошла маленькая. То есть, скорее всего, его можно будет и на всякого рода там штативы и так далее. И вот на пантограф даже вот такой вот дешенький китайский, как у меня, можно вполне подключить и пользоваться. Поэтому здесь проблем не будет. Ну и сразу же вот большой, конечно, плюс, что есть вот эта вот стоечка. То есть изначально вот он на стоечке, и можно настроить таким образом, что вообще у вас вот перед лицом ничего не будет, а будет где-то там далеко. На стримах я делаю вот так вот, вот так вот. И у меня получается область вот перед лицом практически, она полностью доступна моему взору. То есть я не опрокидываю никакие чашки и так далее. Это довольно комфортно, довольно удобно, но сейчас буду вот так вещать красиво, чтобы вы могли наблюдать за ним. Что ж, по комплектации все. Давайте немножко двигаться к самому микрофончику. Что мне было дико-дико удобно, это, конечно же, кнопка выключения. Сейчас я на нее нажму, и голос мой пропадет. Причем обратите внимание, что сама подсветка является индикатором, что микрофон не работает, и это очень удобно. Особенно если вы, допустим, закончили стрим, или не знаю, чем вы там занимаетесь. Но, допустим, в моем случае это было классно, что я закончил стрим, нажал на кнопку, и я понимаю, что звуки не ловятся. Я опустил шторку, и меня как бы не видно. Нажал на кнопку, и я понимаю, даже если я оставил включенный стрим, то не будет такого, что я захожу голый в кадр, такой потягиваясь, и там думаю, что там дальше мне снимать. У меня такие ситуации были, и это не очень комфортно, знаете, потом людям в глаза смотреть. Вот, поэтому дико-дико удобно. Особенно во время трансляции, сразу там нажал, если тебе нужно переговорить с кем-то, или там по телефону, ты понимаешь, что у тебя выключен микрофон 100%, даже если какая-то там кнопка в системе подведет, то вот эта штука не подводит. Здорово. По самой подсветке ее можно настраивать как угодно. Можно сделать вот такую вот цветастую. Она изначально в коробке идет вот такая вот цветастая, но мне, знаете, я, может быть, немножко чопорный, да, в этом плане. Мне как-то не нравится, что оно тут все переливается. Как-то какая-то гирлянда для меня. Поэтому я выбрал максимально такой какой-то оптимальный цвет. Вот он у меня как беленький. Настроить его не очень просто, именно такой вот беленький. Вообще он в самой системе обозначен как желтый. Если берете белый, то он будет более серый. Желтый становится более белый. И это очень странно. Программа у них прикольная. Программа прикольная, довольно удобная. Там можно настраивать и сам микрофон по звучанию, да. Также вы видите режимы, которые вы переключаете. И как раз вот эту вот подсветку, все интуитивно понятно. Вы обязательно разберетесь. Переходите на официальный сайт, качайте, кайфуйте. Что касается режимов, тут у нас есть аж 4 режима, ребята. Есть стереорежим. То есть можно будет, там, не знаю, щелкнуть с этой стороны. И сработает у слушателя правый наушник, щелкнуть с этой стороны. И сработает с левой стороны. Ну, то есть можно там как-то ласкать слух своих слушателей. И доставлять им какие-то космические слуховые оргазмы. Вот. Также здесь есть режим кардиоидный, которым я как раз сейчас пользуюсь. То есть отсекает лишнее пространство. И вот только ловит информацию спереди, да. То есть звук он принимает только с этой стороны. А сзади вот эти вот все там клики, клацание по клавиатуре, оно все глушится. То есть оно здесь, конечно, хватается. Но с этой стороны не настолько это ярко выражено при прослушивании. Также есть двунаправленный. То есть вы можете данный микрофон использовать в качестве какого-то подкаста вместе с собеседником. Также я видел ролики у известных стримеров, допустим, там как Discuss Toast, если вдруг знаете, у него порядка там 4 миллионов или 3 миллионов зрителей. То есть, ну, у него подкасты он тоже вел именно если он там приглашал кого-то. Вот на такой микрофончик они ставили стоечку на стол, включали микрофон и вот записывали звук с него. Потом просто там как-то чистили, что-то с ним делали и выкладывали на многомиллионную аудиторию. И качество звука было довольно сносное. Впереди у меня наверняка будут еще ролики вместе с моим сыном. Возможно, мы продолжим формат поедания какой-то еды и обсуждения ее вкусовых качеств. И я попробую как раз записать вот на этот микрофон. Но тесты он прошел довольно успешно, мне понравилось. Также здесь есть режим всенаправленный. Всенаправленный, который ловит абсолютно все. Двунаправленный, у него здесь вот есть два пятна, которые он не ловит. То есть, он ловит с этой стороны и с этой стороны. И всенаправленный он ловит прям полностью все вокруг. Вот такие вот четыре интересных режима. Сам рычажок регулировки находится с тыльной стороны. И он, знаете, такой довольно жесткий и приятный, прорезиненный. Вообще микрофон выполнен очень-очень качественно. Я доволен. Очень здорово, что в самой комплектации есть вот этот вот гаситель всяких, знаете, там шумов и так далее. Когда вы, допустим, двигаете сам пантограф. Здорово. То есть, какие-то дребезжания, они не будут переходить на микро. И это очень классно. И это тот минус, на который ругались как раз-таки с Шуром. Я смотрел всякие там обзоры, слушал его. И вот говорят, как раз когда ты начинаешь как-то касаться, то Шур начинает издавать какие-то неадекватные звуки. Именно вот этот маленький, да. Но там тоже есть свои плюсы. Конечно, у Шуров у них свой какой-то вот окрас голоса, свой вот стиль. Не знаю, как это описать, но они как-то звучат. У них какой-то то ли какая-то встроенная компрессия, то ли что. Я не знаю. Да, кстати, вот этот вот микрофон я компрессию выкрутил просто на минимум. У меня были настройки, довольно голос получался сжатый. А сейчас я прям минимальное значение. Он практически сейчас стоковый. То есть, совсем-совсем немножко я сделал компрессию. Мне показалось, это было уместно. Так, про монитор рассказал. И у нас здесь есть еще одна фича. У этого микрофона, у него снизу есть регулировка громкости. То есть, вы можете усилить, либо наоборот, допустим, уменьшить. Если видите, что у вас там вы ловите какие-то страшные красные пики в OBS или в программе, в которой вы записываете голос. В общем, мои впечатления по поводу этого микрофона. Очень положительные. Если была бы такая возможность, я бы, наверное, предпочел бы, чтобы у него ничего не светилось. Он очень здорово смотрится вообще без всякого света. Выглядит действительно стильно. То есть, блин, вот я не знаю. Хотя, ладно, слушайте, это реально уже субъективщина. Это вот чисто мое мнение. Мне кажется, что это лишнее. Но с другой стороны, тогда как бы я понимал, что запись идет. Можно было спереди, допустим, сделать какой-нибудь зеленый огонек. Допустим, как это на Бернжерах реализовано. И при выключении микрофона ты понимаешь, что зеленый огонек потух, значит, запись не идет. Вот. Было бы круто. Было бы круто так. Ну, по крайней мере, для меня. Но многие люди любят этот микрофон за его вот эту вот RGB-подсветку. Я знаю, что на Twitch это очень популярно, чтобы сзади там были две лампы. Какая-нибудь розовая, синяя. И вот как раз, или там красная-синяя, чтобы эти цвета переплетались. И вот здесь вот это вот как раз твичовское веяние, оно реализовано и как раз для людей, кто... У кого какой-то подобный интерьер, вам эта штука очень понравится, очень подойдет. Отдельно еще у меня благодарность Кириллу, который подарил мне этот микрофон. Настоял, чтобы я взял именно этот микрофон. Мы его заказали на стриме. Спасибо тебе, дорогой. Надеюсь, вам понравился обзор. Если у вас будут какие-то вопросы по данному гаджету, то пишите обязательно. Пишите комментарии, буду рад. По самой технической, по техническим характеристикам не стал я пробегаться. Наверняка эту информацию, если вы уже смотрите этот обзор, вы где-то подчеркнули. Но если хотите, вот сейчас вот циферки вы видите на своем экране. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну и по голосу, если вдруг хотите, можете открыть более старые мои ролики, где я был с Беренджером и сравнить, насколько лучше и насколько хуже. Пока.